Штольц возил Обломова с визитами в разные дома целую неделю. Илья Ильич наконец восстал против этой суеты. «Вечная беготня в запуски», – ворчал он, – «вечное оглядывание друг друга с ног до головы. Так голова закружится, одуреешь, и ведь ни на ком в Петербурге нет свежего лица». «Как же ты хотел бы жить, Илья?» – спросил Штольц. Обломов ответил ему длинным монологом о смысле жизни. Идеальную жизнь, по его мнению, можно было вести только в деревенском поместье, вроде тихой и спокойной Обломовки. Встать там утром, позавтракать, посмотреть, как зреют в парниках арбузы, персики и виноград. А после обеденного отдыха, вечером, выехать с самоваром в березовую рощу и пить там чай или удить рыбу, глядя на туман над рожью. И так каждый день до гробовой доски. «Это не жизнь», – задумчиво произнёс Штольц. «Это обломовщина. Раньше-то, Илья, говорил, что вся жизнь есть мысль и труд, что России нужны руки и головы для разрабатывания ее неистощимых источников, а сейчас погряз в обломовщине, деревенской и петербургской. Труд есть содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей. А ты выгнал труд из жизни, и на что она похожа?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова